приветствую зрителей и подписчиков на моем канале сегодня мы отправляемся в интереснейшее место голубые озера расположены и близ поселка тимиртал вот остановился отснять начальную часть ролика вот на такой вот заброшки что у нас тут непонятно какие-то основы чего не понятно основы но тем не менее интересное место здесь через дорогу подстанция электрическая было судя по всему ну а мы отправляемся далее по этой вот пыльной дороге проехали уже более 10 километров в том направлении и в том направлении еще километра 4 точно будет и там нас ждет интересное место это голубые озера либо тимирские озера вот и попали мы заплатив 100 рублей за заезд на территорию озера кстати тимир это железо с казахского а тау гора вот и получается железная гора не случайно здесь на юге области находится вся металлургия и горная промышленно вот наконец-то мы и на озере чувства смешанные но об этом чуть попозже с одной стороны это красота озера с изумительно прозрачной голубой водой фотографии этого озера есть почти во всех туристических путеводителях глубина озера доходит до 100 метров а прозрачность до 7 8 метров озеро это рукотворное это бывший доломитовый карьер для нужд гигантов металлургии новокузнецка это засмк и кмк здесь добывали доломит не только как огнеупорный материал но и сырье для химической металлургической промышленности после закрытия карьера он был затоплен и превратился в неку для купальщиков и дайверов со всего юга области да здесь целая сеть таких озер и мы находимся на наиболее цивилизованном озере где в нулевые годы очень развиты были водные аттракционы теперь водные горки закрыты из-за развлечений остался только прокат водных велосипедов зона отдыха огорожена буйками за которыми начинается нешуточная глубина более 6 метров сам пляж отсыпан речной галькой и вмещает не более 50 человек в других частях озера берега обрывистые исход к воде не только затруднен но и опасен из-за большой глубины сразу под берегом за пляжем расположены несколько домиков для отдыхающих варек с мороженым и прочим с ясным а также прокат водных велосипедов насчет мифов о диком фоне радиации на тимирских озерах могу одно сказать не совсем так хотя и всем горным разработкам присущи небольшие превышения радиационного фона я замерял фон вблизи пляжа фон оказался очень низкий 0,09 микрозиверта в час это очень очень мало для карьеры у многих квартиры показатели в два раза выше дно и подходы к воде вне оборудованного пляжа представляют из себя глину с включениями камней разных форм и размеров от песчинок до глубь сотни килограмм и под водой ситуация не лучше чуть левее от пляжа дно мало того что закоряжено ветками и прочим хламом но и присутствует резкий набор глубины что в сумме с глинистым дном может утопить неопытного купальщика на хорошую прозрачность возле пляжа рассчитывать не приходится прозрачность даже в 20 метрах от пляжа не более полутора метров но на дне можно разглядеть водоросли уходящий в глубину рельеф дна рыб сколько я нырял я не видел а есть ли они там вообще а теперь как я и обещал ложка дегтя в этой красивой бочке меда коль я еще в воде начнем с нее пляж очень маленький и купаться приходится если вы боитесь глубины более двух метров почти спина к спине с соседом чистота воды тоже в такой концентрации людей не внушает оптимизма я думаю вы поняли о чем я а если еще и учитывать отсутствие течения то кто у берега купается им достается по полу на пляже на берегу ситуация не лучше речь на ровной поверхности почти невозможно соседи будут от вас на расстоянии вытянутой руки переходим дальше что въезд платный я уже почти принял это как должное если бы никто не следил за чистотой при такой концентрации людей и нагрузки на водоем его превратили бы в свалку за одно лето но парковки я бы хотел поговорить отдельно где есть доступ к воде все места забиты с самого раннего утра а идти 150 метров с дальней парковки искупаться не очень охота а загорать на парковке среди машин тоже не очень чувствуешь себя на парковке возле супермаркета отсюда следующая проблема разогретой алкоголем и солнцем владельцы машин очень часто в том числе и ночью включают музыку в машине на полную громкость причем я был свидетелем как в машине слева от меня играл шансон на полную громкость а в машине стоящей справа через 3-4 машины от меня на полную играл рэп голова начала болеть уже минуты через 3-4 если к этому добавить отсутствие кабин для переодевания как таковых вместо них можно использовать уличный загаженный туалет или машину если она наглухо затонирована в лес уходить тоже не вариант далековато будет вот такие противоречивые эмоции вызвало во мне посещение этого красивого места вот он итог моей поездки кому понравился мой сюжет кому он возможно был полезен ставьте лайки подписывайтесь на мой канал впереди очень много интересного до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok